Муниципалитет большой, густонаселенный. Так начинает свой рассказ руководитель Лямберского района Юрий Голов. В беседе с федеральной гостью он обещает поделиться и достижениями, и проблемными моментами. Начинает с побед. Рассказывает, 2020-й, несмотря на пандемию, запомнился и позитивными событиями. Школу в Аксену мы построили новую, у нас 165 человек. Дом культуры мы пойдем, отреконструировали. Вот это, наверное, самое хорошее. Самое хорошее и то, что у нас район большой, мы пригородные. Особое внимание сложностям именно проблемы интересует Юлию Оглоблину больше всего. Председатель Российского союза сельской молодежи сейчас активно ознакомится с Мордовской глубинкой, чтобы узнать о самых наболевших вопросах. В Лямберском районе это дороги, водоснабжение и социальные объекты, которым необходим капитальный ремонт. Кроме того, рассказали сельчане, их волнует, что не во всех населенных пунктах есть ФАПы. Еще одна тема обсуждения – кадровый вопрос. Тимарская птица, фабрика 6, ветврачей ищет на сегодня. Посещаем все там, раньше ярмарки, вакансии называли, сегодня ездим на день открытых дверей. Учебные заведения. Москва рядом, как кадровый присос, сегодня все едут туда. Юлия Оглоблина отметила, знает про все проблемы не понаслышке. Союз сельской молодежи занимается вопросами развития сельских территорий и повышением престижности аграрных профессий уже немало лет. Благодаря активной позиции общественникам удалось запустить несколько работающих программ. К примеру, агростартап для поддержки начинающих фермеров. Это только начало. Юлия планирует продолжать озвучивать вопросы поддержки глубинки на самом высоком уровне. Есть все равно перекос в плане поддержки городов и сел. Села поддерживаются по остаточному принципу. И в основном поддержка уходит все равно в более развитые регионы, потому что у них есть больше возможностей софинансирования. И опять же, по разработке проектно-смертной документации. Такие регионы, как наша Мордовия, опять же, обделенные вниманием. Поэтому здесь необходимо менять вот этот подход. Знакомство с районом продолжилось в культурно-спортивном центре «Алмаз». Свои двери после масштабного обновления он открыл в декабре прошлого года. Множество студий, мастерских, большой кинозал, центры фольклора и краеведения – все в распоряжении жителей района. Здесь же расположилась библиотека. Оснащение центра Юлию Оглоблину впечатлило. Что касается проблем муниципалитета, все они взяты на заметку. Необходимо, конечно, развивать местную экономику, пополнять бюджет муниципалитета, чтобы были возможности на участие в этих всех федеральных программах. И второе, если не получается в этой части, нужно думать, конечно, как поддержать районы на проектно-сметную документацию. В рамках госпрограммы «Комплексно-развительские территории» появилась отсрочка. То есть можно документы подать. Если, соответственно, ты прошел отбор, то средства на ПСД выделяются в рамках уже федеральных средств. Такие механизмы нужно предусмотреть в рамках других программ. Общественница уверена, нужен отдельный фонд, который бы специализировался на небольших сельских территориях. Иначе все малые села и деревни так и будут оторваны от всех уже существующих программ поддержки. Эту инициативу она также озвучит на федеральном уровне. Юлия Мамаева, Станислав Семин. Народные новости. Лиамберский район.